Музыка Полтысячи лет стоит на Ярославской земле село Вятское. Деревня Истри славится как зажиточная, вид имеет открыточного городка. Каменные особняки с лепниной, просторные избы, торговые лавки, пристроенные к домам. Капиталы хозяева хваты сколачивали на зеленом золоте. Это соленый огурец местной селекции – Вятский Белогубок. До сих пор на подворьях сохранились огуречные ямы, специальные погреба для хранения солений и дубовые бочки на 200 и 300 килограммов. Бывало, бочки складировали и под лед реки, а к весне доставали и везли на продажу. На доход от одной огурешни, то есть сезона, можно было купить дом. В 1913 году вятские создали огуречную артель, поставляли соленья к императорскому столу, экспортировали в северные районы России и Европы. Там любили вятский огурец за толстую кожуру, большие семена, особый хруст и ядреный вкус. И тогда, и поныне, хозяйки солят огурцы в воде местного минерального источника – Ерихтанского. В Селивианском более сотни рецептов засолки и малосола наших прекрасных огурцов. Поделюсь одним из самых древних и забытых, но самых вкусных. Для этого нам потребуется природный сосуд – это тыква, выращенная, хотелось бы заметить, без удобрений. Что мы делаем с тыквой? Тыкву также мы моем, вырезаем всю мякоть из тыквы, оставляем аккуратненько небольшой такой слой стенок тыквы. Мы можем использовать листья хрена, укроп, перец острый, чеснок, листья смородины, дуба, да все, что есть у нас в огороде. Для этого нам нужно изготовить вот такую вот подушку в тыкве. Смотрите, нам в данном случае их трамбовать, конечно же, не нужно. Нужно оставить пространство между огурцами для рассола. В эту тыкву поместилось у нас 3 килограмма огурцов. Вы знаете, что в данный состав можно еще добавить веточку эстрагона, и будет фантастически вкусно. Но это на любителя. Воду можно взять как газированную, так и ключевую, не газированную. То есть это дело вкуса. Все, что нам потребуется, это 2 столовые ложки соли в нашей воде. Аромат и вкус тыквы обменивается с ароматом и вкусом огурцов. И получается у нас идеальная пара. Вкусно, свежо и быстро. И далее мы сверху формируем, то есть закутываем наши огурцы теми же самыми зелеными продуктами, которыми и выстилали внизу тыкву. Вот так. Все. Сделали. Далее мы закрываем шапочкой нашу тыкву. И самый главный штрих нашего рецепта. Мы просаливаем наш шов. А это для того, чтобы у нас микробы не попадали, плесень не наросла внезапно. Убираем на ночь в холодное место, можно в погреб, можно в холодильник. И завтра с утра наши прекрасные огурцы готовы. Тыква после использования вялилась на солнце. Ее использовали в дальнейшее приготовление каши, приправа в суп и так далее и тому подобное. Можно использовать несколько раз одну и ту же тыкву. Она с удовольствием отдает свои вкусовые качества на три засолки. Это точно. Следующий способ использования огурцов в тыкве таков. Завтра с утра вы достаете огурцы из тыквы и закатываете их в баллоны, в засолку. И убираете на зиму. Идеально вкусные огурцы вам гарантированы. Огурцы из этой тыквы вы и мы можем использовать в приготовлении сотни разнообразных блюд. Мы лично готовим пельмени с огурцами, пироги с огурцами, блины с огурцами. Приезжайте к нам, будем пробовать. Продолжение следует...